Тайга Ты видишь многочисленные проплешины вырубок. Это работа черных лесорубов. Война им объявлена давно, но говорить о победе и еще рано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До всех территорий проблемы одинаковые. Основной, конечно, объем промышленной заготовки древесины – это Енисейский район, Багучанский район, Тосеевский, Кежемский. Разные виды незаконных рубок – это как выход за границу отведенного участка, либо переруб, называемый так, внутри лесосеки, когда отведены определенные породы, но рубятся и другие. Все преступления уже в сфере коммерческой деятельности, они до 100% раскрываются и все привлекаются к ответственности. Борьба с черными лесорубами делать сложная. Здесь главное оказаться в нужное время в нужном месте, взять с поличным, собрать доказательную базу и определить всех причастных к правонарушениям. При этом приходится работать в очень сложных условиях. Для сотрудника полиции при выявлении данного вида преступлений при 40-градусном морозе приходится работать весь световой день. Черные лесорубы существовали всегда и во все времена. Сегодня совсем другой масштаб их деятельности. Лес вырубают не только в каких-то глухих и отдаленных местах северных районов, но и расположенных рядом с Красноярском. В 2014-2015 годах для Березского района было тяжелое, можно сказать, время. Именно было связано это с массовыми незаконными рубками на территории именно нашего района. Когда масштабно вырубались так называемые белые пятна, то есть это участки земель, которые не относятся к государственному лесному фонду, но на них произрастают лесные насаждения. На незаконные рубки простых людей толкает бедность и безработица. Если человек может прокормить семью только топором, он все равно за него возьмется. Но это только одна, можно сказать, самая безобидная часть черных лесорубов. Людей, оставшихся без работы, есть и другая. Лица, которые занимаются масштабными рубками, этих людей можно охарактеризовать как очень аккуратными, просчетливыми, очень хитрыми людьми. Они целенаправленно идут на этот шаг, они знают, что они нарушают как лесной кодекс, требования лесного кодекса, так и требования уголовного кодекса Российской Федерации. В 2007 году в Россию вступил в силу новый лесной кодекс, и по мнению специалистов, он и привел к краху лесную отрасль, запустил колоссальный процесс сокращения профессионалов. Число лесников, которые находились в лесу, оно сократилось в разы. На месте присутствовать оказалось некому, когда там творились различные бесчинства. Ну, мы знаем, что вот эти черные лесорубы, незаконные рубки и так далее, пожары, может быть, поджоги. Ну, нет лесников, и слава богу, кому-то. Значит, это что дает какую возможность? Заходить в лес, воровать его, не платить копеечные, даже те копеечные таксы, которые сейчас существуют, и не заниматься очисткой. Один-два реза берутся у сосны, все остальное бросается. Занимавшиеся охраной лесов, лесхозы были разрушены. В лесу возникла вседозволенность, ослаб контроль за вырубкой леса. И этим воспользовались нечистые на руку люди. Красноярский край у нас очень большой по протяженности и по площади лесов. Значит, площадь лесного фонда у нас порядка почти 160 миллионов гектар. Штатная численность инспекторов государственной лесной охраны на сегодняшний день 161 человек на такой объем. На каждого инспектора, ну, примерно по 22 Красноярска. Мизерные зарплаты, большая ответственность вынудили опытных специалистов лесного хозяйства вступать в ряды черных лесоробов, что позволило последним умело заметать следы и совершать различные махинации. Зачастую практика возбуждения уголовных дел говорит о том, что при проведении лесоустроительных работ по таксации участков составляются акты, недостоверные акты перевода категории лесных насаждений, прибавляются возраст, изменяется породный состав, что позволяет назначить эти насаждения в рубку. Коррупция одна из главных причин, пока не позволяющая обществу одержать победу в войне с черными лесорубами. В ряды преступных сообществ вовлечены чиновники. Там, где пахнет большими деньгами, там появляются и лица с высоким общественным статусом. Лес как объект высокой доходности вызывает у многих повышенный криминальный интерес. Есть еще один пласт, как бы коррупционной составляющей. Это на сегодняшний день реализация мер государственной поддержки населению в виде выделения древесины для личных нужд. Но при некоторых злоупотреблениях должностных лиц, находящихся в сговоре с непорядочными лесорубами, становится объектом теневого оборота. Есть примеры в нашей правоприменительной практике выявления фактов, когда в коррупционной составляющей участвуют главы муниципальных образований, которые имеют доступ к этим лесам. Лес и все, что с ним связано, сегодня коррумпирован надежно, плотно и кажется беспросветным. Главы муниципальных образований выделяют лесные участки под видом организаций пчеловодства, различной сельскохозяйственной деятельности и даже организаций детских спортивных лагерей. К нам поступила информация, что в урочи Каракушева в Маганском сельсовете среди леса будет строиться детский спортивный лагерь. Но абсолютно было странно, что там ни подъездных путей, то есть там нет дороги даже гравийной, никаких коммуникаций, ни электричества, ни воды. Ну то есть явно было понятно, что это какой-то схематоз, какая-то махинация. Почему у нас идет массовая вырубка леса, по крайней мере вот здесь? Потому что есть так называемые белые пятна, земли, которые не стоят на кадастровом учете. Либо леса, которые числятся землями сельхозназначения. По белым пятнам, ну вот по крайней мере на примере нашего района, черные лесорубы идут вот ровненько по границе белых пятен. Они ни на сантиметр, ни на метр не заступают на границы Гослесфонда, потому что понимают, что будет наказание. А здесь, ну есть такие фамилии, не будем их называть, да, люди работали сначала в лесничестве, досконально изучили все законодательство и потом перешли на другую сторону. И соответственно там активно консультируют сейчас черных лесорубов. И они четко понимают правовые границы. Рубки могут проводить на основании разрешительных документов, но с грубыми нарушениями действующих правил. Заготовка древесины в здоровых насаждениях под видом санитарных рубок, рубка лучших деревьев под видом ухода за больным лесом. Цель рубок ухода – плохое вырубить, хорошее оставить. Но зачастую происходит ровно наоборот. Ущерб могут наносить любые рубки, если поставить целью, так сказать, одноразово получить прибыль и не заботиться потом о том, что будет после этих рубок. Но до абсурда доводить ситуацию нельзя. Нельзя говорить, что все санитарные рубки надо запретить, что рубки ухода надо запретить. В начале 90-х минувшего века государство определило лесхозы на самообеспечение, предоставив им возможность получать доход от реализации древесины от рубок ухода. Так и возник соблазн получать материальную выгоду от этого вида деятельности. А чтобы она была максимальной, надо было просто перестать ухаживать за лесом, и рубки ухода превратились в рубки дохода. Но это не говорит о том, что за лесом не нужен уход. Надо работать так, чтобы всем было во благо. И лесу, и людям. Здесь просто необходимо вырубать спелую, перестоянную, усыхающую древесину, для того, чтобы давать развиваться и расти более молодой, ну и целевой породе в первую очередь. Рубки ухода, они должны приносить пользу в первую очередь лесу, а не превращаться в доход. Это, наверное, не вопрос больше совести, это, наверное, вопрос... Это, наверное, принцип жизни у каждого какой-то должен быть свой. Нельзя все приравнивать, переводить в деньги, наверное, да, и нужно нести какую-то пользу не только там государству или еще чему-то, да, но, наверное, тому месту, где ты живешь. Мы рассматриваем окружающую нас природу как источник ресурсов. Лес не более как источник стройматериала. Такой примитивный подход человека порождает много проблем. Ведь лес – это дом для всего живого, и кроме деревьев имеет не меньшее значение все, что в нем растет и живет. Варварское отношение к лесу приводит к тому, что некоторые виды растений и животных находятся сегодня на грани исчезновения. Лес – это еще и огромная фабрика кислорода, необходимая всему живому на земле, включая и человека, который должен не только рубить, но и восстанавливать лес. Когда я разговаривал с арендаторами, с предпринимателями, что, вот смотрите, вы занимаетесь заготовкой древесины, по-хорошему надо заниматься и лесовыращиванием. Вот у нас, вы видели, сосняки, им, значит, 70 лет, они 50-го, 48-го года посадки. 70 лет, тут больше 500 кубов на гектар. Пожалуйста, выращивайте. На что мне говорят люди, которые занимаются? Александр Александрович, вы что? Я не могу ждать 70 лет, я даже 30-40 лет ждать не могу, я проложу дорогу туда. Через 7 лет у меня вложения мои окупятся. А закончатся леса, если закончатся, мы будем добывать гравий, гальку, что-то еще. Нам важно получать деньги. Катастрофические масштабы рубок и воровства леса были бы невозможны без стабильного спроса на древесину. Основной потребитель российского леса Китай. Страна, в которой рубить лес запрещено законом. И нехватку древесины китайские предприниматели компенсируют в России. Канск, наравне с Лесосибирском, считается столицей деревообработки. Здесь расположены десятки предприятий, работающих с лесом. Здесь большая железнодорожная развязка, около 100 железнодорожных тупиков. Более 100 пунктов приема и отгрузки древесины, зарегистрированных с привязкой к ЖД-линии. Значит, здесь древесину везут со всей, скажем так, северо-восточной зоны Красноярского края. Расчетная лесосека самого Канского района небольшая. Всего 240 тысяч кубометров древесины в год. Если сравнивать с другими северо-восточными районами Красноярского края, можно сказать, это слезы. Но именно сюда, сокрест, свозится древесина для переработки леса со всех северо-восточных районов Красноярского края. Точное количество лесопилок назвать невозможно, но постоянно меняется. Какие-то закрываются, какие-то создаются. В общем, цифра колеблется около 100. То есть из них граждане Китая составляют около 70%. Работники лесопилок, где работают, там и живут. Здесь же они и прописаны. Как только на территории появляются сотрудники миграционной службы или управления экономической безопасности, нехитрая система оповещает китайских и прочих тружеников лесопилок, и они разбегаются по норам, как мыши. Так, на всякий случай. Кругляк для вывоза уходит в прошлое. Теперь свой бизнес китайские предприниматели строят на переработке. И доказательством тому огромное число лесопилок, принадлежащих в основном гражданам именно этой страны. Древесину китайцы скупают за наличный расчет, а каким путем она была получена, законным или нет, их не интересует. Для того, чтобы установить ворованный лес, находится на предприятии или нет, надо провести комплекс мероприятий достаточно большой. Это непросто. Поступает информация, проводятся мероприятия. Китайские и прочие лесопилки не только могут служить крышей для ворованного леса, но и источникам пожарной опасности из-за отходов переработки. В мае 2017 года здесь случился страшный пожар. В поселке Строителей, расположенном по соседству с лесопилкой, сгорело порядка 10 улиц, 73 дома, 257 человек осталось без крова и 2 погибло. Источником пожара стали тлеющие опилки. Ветер перекинул огонь на соседние дома. Еще в 2014 году Каннску были выделены средства из краевого бюджета на оборудование специального полигона для древесных отходов. Но его нет по сию пору. А значит, все может повториться. Заградительные меры таможенного характера, которые были применены в части вывозки круглого леса, породили у нас обратную картину. Раньше круглый лес вывозился, перерабатывался на территории государств, которые осуществляли его закупку. И проблема с отходами была уже на их территории. Организации, осуществляющие эту переработку, заготовку древесины, они никоим образом не обязаны соблюдать законодательство. Нету таких норм. По утилизации отходы лесопиления складируются в неположенных местах. Зачастую это приводит к пожарам, к размножению вредителей и так далее. Согласно официальной статистике ООН и Всемирного фонда дикой природы, в России ежегодно сгорает около 2 миллионов гектаров леса. Только в прошлом году в нашей стране от огня пострадало 4,5 миллиона гектаров. С одной стороны, пожары – это естественный природный процесс. С другой, одним из источников его являются отходы орубок. Существует у черных лесорубов и практика поджогов, и с целью замести следы, и с целью заполучить лесной участок под санитарной орубки. Деятельность человека послужила спусковым механизмом и для вспышки численности сибирского шелкопряда. В 2016 году в Красноярском крае им было поражено более 900 тысяч гектаров леса. Это был самый большой массовый очаг сибирского шелкопряда за последние 20 лет. На борьбу с ним было затрачено 850 миллионов рублей. Если у нас лесники делают обходы, раньше делали обходы, они видели что-то, слышали, общались с охотниками, с теми, кто бывал в лесу, и они узнавали это. Сейчас, пока случайно или действительно большие масштабы она не примет, никто на это не обращает внимания. Общероссийский народный фронт, представителем которого является Марина Якубенко, видит путь сохранения российских лесов в наличии постоянного общественного запроса обычных людей, считая, что контроль общественности тоже может влиять на ситуацию, когда люди консолидируются в решении какой-либо проблемы. Но чтобы победить в войне черными лесорубами, надо быть не только грамотным, но и достаточно смелым человеком. У меня много кто спрашивал, когда мне сожгли автомобиль, потому что это была как раз такая активная пора, мы начали заниматься этим в начале, где-то в середине июня, в начале июля сожгли автомобиль. Мне боятся только дураки, да, но продолжать отстаивать лес я буду. Не так давно различные средства массовой информации наперед гонки цитировали высказывания директора Кранстоянского института леса о том, что лес Сибири закончится через 15 лет. Речь не идет о том, что леса исчезнут, они будут уничтожены, нет. Я говорил и буду говорить, что будет усиливаться дефицит качественного сырья. Сейчас идет жесточайшая конкуренция между арендаторами и лесозаготовителями за лесные участки, которые представляют ценность какую-то. Их осталось мало, что-то вырубилось, что-то сгорело. Дефицит ресурсов, он будет возрастать, он уже возрастает. Мы сейчас вывозим лесосеки и доходит до потребителя, ну, в лучшем случае там 60 или 50 процентов древесины, которая вот в виде переговорочника поступает и так далее, и так далее. Значит, процентов 30 бросается на лесосеки, 20-30 в зависимости от того, какой там тип леса. Вот. И, значит, процентов 20-30 уходит в отходы еще при лесопилении. Они не используются, заваливают, вон вы, посмотрите, Каннск и так далее, проблемы, горят эти свалки, создают экологические проблемы и так далее. Мы ее не используем. Надо использовать ее, эту древесину. Надо научиться ее использовать. Эффективность борьбы с черными лесорубами растет. Их жизнь усложняется с каждым годом. Все чаще приходится рубить незаконно лес под покровом ночи. Постоянные ряды, групп быстрого реагирования, совместные действия различных правоохранительных структур и ведомств. Внимание Общероссийского народного фронта не дают лесным браконьерам покоя. Так, смотрите, у нас в Устилимске дислоцируется наш следователь. Мы сейчас его телефон вам скажем, ему привезете, покажете. Главное управление Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю, исходя из оперативно-розыскной практики, сформировало предложение и разработало план, который позволит усилить борьбу с правонарушениями и преступлениями в лесной отрасли. Будут задействованы в реализации этого плана все правоохранительные органы под эгидой губернатора и правительства края будет утвержден план. Туда войдут, соответственно, органы внутренних дел, Федеральные службы безопасности, Следственный комитет, прокуратура Красноярского края. То есть все предложения со всех этих органов согласованы. В ближайшее время мы приступим к их реализации. Пусть не сразу, но мы поняли, что только сообща можем противостоять этому злу. Устранив лазейки в законодательстве, противодействие коррупции, ужесточив наказание, есть надежда, что в этой войне с черными лесоробами мы, наконец, одержим победу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова